Здравствуйте, уважаемые зрители! Причастие – одно из таинств, которое совершается в церкви. Для чего оно необходимо и как к нему готовятся? Ответы на эти вопросы вы услышите в нашей передаче «Беседы с архипастырем». Здравствуйте, Владыка! Здравствуйте! К этой теме разговора вновь подтолкнула ваша книга «Полюбить церковь». И глава, посвященная таинству причащения, называется «Рука Бога, протянутая человеку». Так что же такое причастие? И каким образом Бог протягивает руку человеку? Таинство святого причащения – это не просто важнейшее таинство православной церкви, это то, вокруг, собственно говоря, и существует церковь. Это сущностное соединение человека с Богом. Это повторение тайной вечери, на которой таинство причащения установил сам Господь наш Иисус Христос. Надо ли готовиться к причастию? Да, причащению необходимо готовиться, и в разное время, в разные века существовала разная практика подготовки. Поэтому есть некие такие общие правила, они говорят о том, что человек, который хочет причаститься святых христовых тайн, прежде всего должен исповедоваться в своих грехах. Можно это сделать накануне, можно это сделать в самый день причащения. Накануне причащения необходимо побывать на вечернем богослужении. Евхаристия – это завершение суточного богослужебного круга, и поэтому, если мы идем причащаться, но самого суточного богослужебного круга в нашей жизни не было, это неправильно. Кроме того, существует практика, которая в старину в России называлась говением, то есть некоего приготовления к причащению, состоящего из нескольких дней. Кто-то постится три дня, и так благословляют духовники, кто-то постится неделю, кто-то несколько дней подряд ходит в церковь на богослужение. В старину обычно, если вы почитаете классическую русскую литературу, то если люди говели, то они всю неделю перед причастием ходили в церковь утром и вечером. Сейчас это сложно воспроизвести, поэтому сейчас такого строгого говения, как правило, не существует, хотя если человек имеет усердие, то вполне может поступить тоже так. Перед причастием читается некое правило, так называется это по-церковно-славянски, состоящее из молитвословий. Обычно эти молитвословия советуют духовник человеку, или же человек следует тому, что написано в молитвословии. Как правило, это три кануна с акафистом и так называемое правило ко причащению, особое молитвенное последование. После причастия читается правило после святого причащения, обычно оно читается в храме по окончании божественной литургии. Как часто надо причащаться и что нужно учитывать? Например, возраст надо учитывать? Вообще для человека, ведущего христианскую жизнь, есть такое правило. Причащаться нужно так часто, как это позволяют обстоятельства жизни. Вообще, поскольку мы уже сказали, что причастие – это соединение человека со Христом, а это то, к чему стремится каждый верующий человек, нужно причащаться чаще. И, в общем-то, это такое естественное для христианина состояние. Но, конечно же, учитывая при этом целый ряд сопутствующих обстоятельств – возраст, занятость, наличие работы, наличие большой семьи, обязанности какие-то, вот, как правило, среднестатистическому человеку приходится выкраивать буквально время для того, чтобы подготовиться к причащению, и причаститься, поскольку занятость сегодня у каждого достаточно большая. Во всяком случае, гораздо больше, чем это было сто или даже пятьдесят лет тому назад. Поэтому, конечно, есть такие вот варианты различные. Я думаю, чем старше человек, тем чаще ему надо причащаться. Просто потому, что с возрастом нужно уделять своей душе гораздо больше времени, чем телу. Как причащать маленьких детей? Некоторые мамы жалуются, что, например, выплюнул причастие. Что делать? Маленьких детей причащать надо достаточно часто, но при этом очень хорошо бы подготовиться к причастию самим родителям, чтобы причаститься вместе с ними. Вы знаете, очень неправильная ситуация, когда приходят родители в храм, которые, в общем-то, почти в него не ходят, приносят ребеночка перед самым причастием, причащают его, убегают с ним. И как-то это такое, с одной стороны, утилитарное отношение к самому причастию, вот оно на всякий случай, что называется. И, во-вторых, конечно, неблагоговение. Ребенок маленький не может сам подготовиться к причастию. Но есть очень хорошая традиция, я знаю, что много духовников, которые ее поддерживают, и это причащаться родителям вместе с грудными маленькими детьми. Это когда родители сами готовятся к причастию и причащаются вместе. Вот это, мне кажется, более правильное отношение. И, мне кажется, тогда не будет никаких проблем подобных той, о которой вы сейчас сказали. Спасибо, Владыка. Святки – это святые дни. То есть, мы празднуем Рождество Христово, и радость о пришествии в мир Иисуса Христа наполняет сердце, и мы не можем об этом молчать. И действительно, если мы посмотрим на какие-то значимые события в нашей жизни, они имеют определенную жизнь по времени. Новость живет какое-то время. Она будет жить ровно столько, насколько будут ее освещать в средствах массовой информации. И если эта новость имеет такой серьезный резонанс, то они и больше говорят. Когда мы говорим о пришествии в мир Иисуса Христа, называем Его Спасителем, то, безусловно, это удивительная весть, которая поражает человека. И действительно, это пришествие в мир необходимо, потому что Он Спаситель. Мир погибает в грехах. В мире много страданий, бед. И поэтому, конечно же, люди хотят избавиться от всех этих несчастий. И Господь наш, Иисус Христос, приходит с неба на землю, чтобы подарить миром, людям вот это самое спасение, которое заключается прежде всего в счастливой, доброй и, конечно же, святой жизни. И поэтому человечество осознает приход в мир Бога как великое и значимое. И поэтому об этом молчать не может. И в традиции, вот эти святые дни нашей православной традиции, эти дни называются еще святыми вечерами, потому что вечером люди освобождаются от своих обязанностей. Они приходят отдыхать и говорят о том, что близко их сердцу. И, естественно, когда они услышали, что Христос пришел в этот мир, естественно, они будут об этом говорить. Это понятно любому человеку, это понятно верующему сердцу. И поэтому вот эта весть от сердца к сердцу передается верующими християми не как какое-то теперь что-то новое, доселе неизведанное. Мы же каждый год празднуем Рождество Христово. А вот именно как теплая радость, которая согревает сердце человека. Это очень добрая и святая энергия. То есть слово, оно несет в себе энергию. И вот весть о том, что случилось доброе, хорошее, оно человека воодушевляет. И оно дает ему энергию жизни. Поэтому добрые новости — это жизнь. Худые новости — это печаль и смерть. Говоря о святых днях, это дни радости, это дни веселья, это дни доброй вести о том, что Христос пришел на землю. Конечно, когда мы говорим о святых днях, мы как бы в границе определяем этих дней. Начало Рождества Христова и конец — это крещение Господне. И, конечно, нужно вот эти два праздника как-то сопоставить. Крещение дает людям святую воду, дает людям чистоту, покаяние и омовение, оживление. А все это благодатное действие возможно только лишь потому, что в мир пришел Христос. Если бы Он не пришел, то и не было бы крещения. Поэтому это как бы вот одно непрерывное такое продолжающее событие, которое мы проживаем во времени. Но Святая Церковь в эти дни благословляет полностью отменить пост. В эти дни службы бывают радостные, добрые. В эти дни люди ходят друг к другу в гости, празднуют. То есть во всем этом мы видим проповедь Евангелия, ведь Евангелие — это благая весть своей жизнью. И верующие христиане, конечно же, главной темой этих дней должны ставить именно самого Господа Иисуса Христа, который пришел в этот мир. Те народные традиции, которые вот часто бывают в гаданиях, в каких-то там языческих гуляниях, все это не православные традиции. Они скорее запутывают и мешают христианам разобрать, где истина, а где ложь. Выходные есть, встречи для доброго времяпрепровождения есть. Но это не значит, что их нужно проводить вот так, как это зачастую бывает в языческой традиции бесчинно и без памяти об Иисусе Христе. Конечно, если пришел этот праздник, то мы непременно должны его ассоциировать с именем Господа нашего Иисуса Христа. Добрый день, дорогие братья и сестры. Поступил очередной вопрос. Что такое рака? Рака – это гробница, это ковчег. Там, где находятся, размещают мощи святых угодников божьих. Известно, что еще с ветхозаветских времен упоминание о раках размещали тела усопших пророков и также угодников божьих. Ковчег представляет собой не просто гроб или хранилище. Ковчег представляет, рака представляет собой прямоугольный ковчег, где может находиться целиком гроб с нетленными мощами угодника божьего. Раки бывают, как правило, устанавливаются на возвышении, либо где-то в храмах, либо отдельно в часовнях, для того, чтобы люди могли прийти поклониться угоднику божьему, для того, чтобы была возможность не просто помолиться, а еще и прикоснуться, посмотреть, удостовериться собственными глазами, что Господь творит чудеса, что мощи угодников не только нетленны и лежат несколько веков и веками без изменения. На примере мы можем видеть раку, где находятся мощи угодников божьих здесь в храме Всехсвятском, когда-то здесь находились мощи святаго блаженного Андрея Симбирского, хреста, герой и чудотворца. Раки бывают нескольких видов. Бывают раки открытого типа, когда люди могут прикоснуться к руке либо к колбу угодника божьего, сугубо попросить о своих нуждах, чтобы угодник божий ходатайствовал перед Господом о каких-то нуждах людей. Бывают раки закрытые, так называемые под спудом, покрытые покрывалом из парчи или бархата. Почитание не только остатков нетленных угодников божьих, но и святынь, которые привозят из разных уголков, помещают, как правило, в специальные ковчежцы. Данный ковчег находится за моей спиной. Там размещены частички нескольких святых угодников божьих. И у прихожан есть такая возможность попросить не только одного угодника божия, а сразу нескольким святым помолиться. Жадовский мужской монастырь находится среди лесистых холмов Барышского района, на самом краю Ульяновской области. Недалеко от рабочего поселка Жадовка. Отсюда и пошло название. Подъезжая со стороны Барыша, обитель раскрывается, как на ладони. Осенью она особенно хороша, окутана золотистой листвой деревьев. Нас встретил отец Никодим. Знакомство с монастырем началось с исторического и святого места, целебного родника, где три с половиной века назад была обретена главная святыня земли Симбирской, чудотворная жадовская казанская икона Божией Матери. По преданию, которое дошло до нас, она явилась к христианину Тихому, который на тот момент около шести лет болел. У него не двигались ни руки, ни ноги. Как христианин он нес этот крест болезни с терпением, молился, просил помощи Божией. И как-то вот в молитве, после молитвы усердной, ему явилась благообразная девица в сонном видении. И сказала, Тихон, иди, на зажадовке, на источнике, в лесу, на поляне обретешь икону Матери Божией. И по ее молитвам Господь тебя исцелит. Ну, он как христианин не придал значения этому сну, потому что с нам доверять нельзя, это все христиане знают. Но девица явилась к нему и на следующую ночь. Как подтверждение, что это сила Божия, Тихон утром самостоятельно встал и смог ходить. Он сразу же, помолившись, пошел искать икону. Однако святой образ Тихон увидел лишь на второй день. Под конец дня он уже где-то вот в этом месте, на роднике. Здесь был кругом лес. Тогда не было ни этой деревни, тем более ни монастыря, ничего здесь не было. Здесь было совершенно такое девственное место лесное. Он увидел вытекающий источник и пришлось ему потрудиться, потому что место было топкое, не мог подойти. Ему пришлось настерить гадь из веток. И вот, подойдя уже к роднику, он увидел икону. Икона была оставлена у источника. На рядом стоящем дереве сделали вырубку, и в нее поместили святой образ. Об исцелении Тихона стало известно и в окрестностях, и люди пошли к новоявленной святыне. Верующие молились и по вере своей получали исцеление от душевных и телесных недугов. Чуть позже, по инициативе помещика Обухова, кому принадлежала эта земля, и по благословению священноначалия, на данном месте была построена часовня. После этого помещик стал хлопотать, чтобы здесь был открыт монастырь. Он отвел в дар будущей пустыни весь этот участок земли. Первым насильником монастыря и основателем-строителем стал игумен Михаил из Созранского-Вознесенского монастыря. Постепенно стало собираться братья. Монастырь вел уединенный образ жизни, но паломники приходили сюда всегда, чтобы приложиться к святому образу Богородицы и спить и умыться в источнике. Сейчас мы стоим на дороге, по которой паломники, в принципе, ходили на протяжении 300 лет в монастырь, приходили к Божьей Матери помолиться. Для нас такой артефакт, который нас объединяет с теми поколениями верующих, и монахов, которые здесь жили, трудились, молились. Эта историческая дорога была восстановлена лет 13 назад. Раньше она вся была обсажена соснами. Сейчас от аллеи осталось всего семь сосен. Первый храм на месте будущего монастыря появился за три года до открытия обители. В 1711 году тот же помещик Обухов заложил здесь храм во имя Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Он был освящен в 1714 году. Этот год принято считать годом основания обители. Туда перенесли обретенный образ, названный Жадовской, Казанской иконой Божьей Матери. Но спустя чуть меньше 20 лет обитель была упразднена, а потом закрыли и сам храм. Только через век в пустыне вновь и начались регулярные богослужения. И стало возрождаться монашеское житие. С 1847 года, когда приблизилась холера, регулярно стали совершаться крестные ходы с чудотворной иконой в Симбирск и другие места губернии. От исторических зданий монастыря у нас осталось два здания. Вот эти два корпуса, которым вот этому где-то 180 лет, этому около 200 лет. Эти корпуса были построены в XIX веке, уже когда монастырь был возрожден после первого закрытия. В 1920-х годах при советской власти у монастыря были изъяты ценности, экспроприированы постройки земля. На святом и намоленном месте расположилась школа колхозной молодежи. Весной 1930 года были арестованы последние насельники обители во главе с архимандридом Калистом. Спустя еще почти 40 лет был разрушен Казанский храм. По воспоминаниям очевидцев, святыню буквально разрывали при помощи тракторов, а потом сгрудили за пределами монастыря. До сих пор гора кирпичей, покрытая слоем земли, возвышается над дорогой. На нем стоит часовинка, где в последние годы, круглосуточно, братья монастыря, поочередно сменяя друг друга, читают псалтырь в память о тех, кто служил здесь ранее. В 90-е годы прошлого столетия монастырь находился в печальном состоянии. Все три монастырских храма были утрачены. Частично сохранились трехметровые монастырские стены с арка въезда и три разваливающиеся башни. Но свершилось чудо. Как говорят свидетели, в 90-х годах на одном из сохранившихся зданий были явлены три иконы. Эти образа были не рукотворены. Они как явились, так и исчезли. В ночное время они светились. Потому что я разговаривал, свидетели были, которые говорят, ребята, мы с дискотеки шли, там что-то происходит, мы приходили, видели, иконы светились. Здесь даже пытались отключать электричество, потому что думали, что это кто-то, какие-то слайды показывают. После этого случая стали поступать во вновь возрожденную епархию просьбы о возрождении монастыря. Осенью 1994 года святейший патриарх Московский всея Руси Алексий II и Священный Синод Русской Православной Церкви дали свое благословление на возрождение Жадовского Богородицы Казанского мужского монастыря. И в 1997 году здесь уже был назначен первый наместник нашего монастыря, вот как раз о братьям особо надо сказать, это был схи-игумен Агафангел. Тогда он был иеромонах, еще молодой священник, достаточно молодой, ему 30 с небольшим было. Он служил в городе Барышев, вторым священником. Вот здесь он уже почил в 1917 году, вот здесь он за собором похоронен. Ступив на монастырскую землю, иеромонах Агафангел увидел развалины, два старых корпуса без окон и дверей и три полуразрушенные башни. Но молодой священнослужитель не испугался трудностей и потихоньку вместе с пришедшей братьей начал возрождать монастырь. Вначале построили деревянный храм, в нем начались периодические богослужения. В 2009 году было завершено строительство нового Казанского собора. Входя в храм, сразу встречают нас архангелы, архистратик Божий Михаил и Гавриил, и ангелы-хранители. Вот на один ангел в неду в дом, то и поклонюсь, как храму святому, то ему рукописание, а второй с миром изыдует из храма. В левом пределе храма под Синью хранится главная святыня монастыря, икона Казанской Божьей Матери. Можно сказать, это чудо, что икона сейчас находится там, где была обретена более 300 лет назад. В советское время она пропала и казалась безвозвратна. Тайна ее нахождения была раскрыта лишь в самом конце прошлого столетия. Оказалось, что за несколько дней перед закрытием Жадовской пустыни архимандрит Калист отдал это бесценное сокровище на хранение местному врачу Архарову. Но в 1937 году врача арестовали, и икона была передана тещей по его просьбе бухгалтеру Ироклеонову, когда-то окончившему духовную семинарию. Только в конце 70-х годов 80-летний тайнохранитель иконы решился передать ее настоятелю Николаевского храма в селе Оськино Иерею Николаю Шитову. Отец Николай завещал вернуть чудотворную икону в родной монастырь, если обитель возродится. Что и было сделано батюшкой, сберегавшим образ царицы небесной Жадовской пустыни 20 лет. В этом году в главном храме монастыря завершили роспись. В главном пределе вся роспись посвящена Пресвятой Богородице. Над иконостасом изображено важное событие для церкви покров Пресвятой Богородицы с предстоящими. Показано чудо, которое произошло во Влахернском храме Константинополя. С правой стороны от иконостаса мы видим Вселенскую Церковь, Матерь Божия и предстоящих перед ними христиан. С левой стороны перед Матерью Божией молятся русские святые. В куполе по традиции над четырьмя столпами четыре евангелиста Матфей, Марк, Лука, Иоанн, Богослов. Выше пророки, такие как Соломон и Давид. Еще выше, про отцы, пророк Божий Ной, про отец Авраам и другие. Под самым куполом на нас смотрят архангелы и серафимы. И в самом центре находится крест Господень, который освещает все. Иконостас и саму ропись у нас делали все мастера Палиха. Это древнее русское село, в котором на протяжении уже столетий люди одаренные, и они занимаются иконописью. Мы занимались в советское время, там были какие-то скатулки писали, но на самом деле это древнее село иконописцев. На иконостасе изображены симбирские святые, блаженный Андрей Симбирский чудотворец, небесный покровитель Симбирска и преподобный Гавриил Меликеский. В свое время Гавриил Меликеский был послушником Жадовского монастыря на протяжении трех лет, пока его не забрали в армию. Вернуться в монастырь он не смог, обитель к тому моменту закрыли. Малый предел это предел в честь святителя Тихона Мафунского, и здесь он уже такой расписанный иконописцами, именно как монашеский такой предел. Прямо над входом в пределы распятый образ монашеских обетов. Как апостол Павел говорит, что распять свое плоть со страстьми и похотьми, вот что на кресте как раз крест является послушание, чистота, нищета, то есть это три монашеские обета послушание, нестяжание и целомудрие. За пределами собора, прямо за алтарем, находится монастырский погост. Первое захоронение принадлежит монахине Наталье Шитовой, жене отца Николая Шитова, архимандрида Андриана, которые в своей семье больше 20 лет сохраняли икону Казанской Божьей Матери. Рядом могила Схиегумена Агафангела, первого наместника монастыря в новейшей истории. Здесь есть и могила братьев, почивших еще до закрытия монастыря. Их имена неизвестны. Во время строительства Казанского собора все найденные останки были бережно собраны и захоронены под один крест. Пока мы обходили монастырь с отцом Никодимом, на долю которого выпало еще послушание экскурсовода, другие монахи были заняты повседневными трудами. Если вы думаете, что жизнь монаха легка и беззаботна, то ошибаетесь. Конечно, вся жизнь обители сосредотачивается вокруг храма и молитвы. В монастыре же суточно проходит до трех богослужений. Общее время молитвы может достигать восьми часов. Все остальное время монахи трудятся, не покладая рук. Кто за огородом присматривает, пашет, кто за больными ухаживает. Как в любом хозяйстве, в монастыре дела есть для всех, и рук всегда не хватает. Также здесь у нас тоже вот здесь историческое вот это здание, остатки здания было здесь, вот его восстановили. Здесь у нас котельная, мастерская, у нас столярная мастерская, здесь же у нас свечная, уголь делаем для храма, для нужд храма. Рядом скотный двор. Нам удалось увидеть только кор, овцы и коровы в это время на пастбище. Из молока братья сами делают творог, сметану и сыр. Излишки продают или отдают нуждающимся. Часто своей продукцией монастырь балует ребятишек из детских домов и детских садов. Делится натуральными продуктами и со стариками, инвалидами из домов престарелых и богоделин. На время нашего визита монастырский огород уже в основном пустовал. Урожай почти собрали. Здесь же рядом стояли ульи и пчел. Их подготовили к зиме. По монастырскому пруду насельники разводят рыбу, щуку, карпа, тастолобика и белого амура. Вся она идет на стол братья. Мясо в обители не едят. Да и рыба бывает только в непостные дни и по праздникам. Местным ловить рыбу в большом пруду запрещают. Но чтобы народ не роптал, монахи обустроили маленький прудик за скотным двором, запустили в него карася и дали зеленый свет всем, кто хочет отдохнуть с удочкой. Говорят, Клев здесь сумасшедший. Такое ощущение, что земля и вода дают плоды только от одного прикосновения братьев, а воздух наполнен святостью. Точно так же живут и многие другие большие и малые монастыри. И чем больше их, тем светлее и духовно чище становится наша земля. Субтитры создавал DimaTorzok